Здравствуйте! Вы смотрите Лето Лайф. Это последняя в этом теплом сезоне программа. Надеюсь, вы успели накопить витамин D и приятные воспоминания. Мы тоже сегодня вспомним самые яркие летние сюжеты. Но начнем с верховой езды и скейтбординга. Скейтбординг – это не просто популярное хобби подростков. Этот вид спорта с 2016 года включили в число дисциплин на Олимпийских играх. Дмитрий Андреясов занимается скейтбордингом уже 15 лет. Участвовал во всероссийских и международных соревнованиях. Говорит, научиться стоять на доске и кататься можно всего за месяц. Для начала лучше заниматься на ровной поверхности, где не будет большого количества народу, кто будет постоянно мешать. В принципе, распространенная ошибка, что новички сразу приходят в скейтпарк, где уже катаются более подкованные ребята. И они тем самым и мешают ребятам, и ребята мешают им. Так что в первую очередь лучше выбрать просто достаточно пустую площадку, где никто никому не будет мешать, и научиться хотя бы базовым методам толкаться, ездить, разворачиваться. Сначала нужно определить, какая нога будет толчковой – левая или правая. Достаточно просто подойти к какому-нибудь препятствию, к ступеньке и зайти на него. То есть какая нога у нас машинально первая выставится вперед, это не зависит от того, что правша или левша. Той ногой мы и будем кататься вперед. Разобравшись с постановкой, можно ехать. Важно перенести вес на ногу, которая находится впереди. Переднюю ногу в район болтов. Давайте лучше первое время поддерживать, иметь страховку. Отталкиваемся и ноги ставим широко. Вот переднюю можно развернуть, и вот это идеальное положение. Базовый трюк, которому стоит научиться, называется олли. Все остальные основаны именно на нем. В обучении важно не бояться падений и правильно приземляться, подставляя руки и колени. Освоить скейт не так сложно, как кажется. Он обладает большой маневренностью, усредненным весом и размером, который удобен для новичков. Как оказалось, кататься на скейте не так просто. Но с хорошим учителем через месяцы тренировок можно достичь некоторых успехов. Верховая езда – хороший способ укрепить здоровье, сформировать правильную осанку и поднять настроение. По словам экскурсовода Игоря Андрющенко, в конно-спортивном клубе могут заниматься и взрослые, и дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Говорит, эмоциональное состояние улучшается даже от прикосновения к животному. Это развивает и координацию, и лечение лошадками называется ипотерапия. Когда мы гладим животных, мы их расслабляемся, мы больше доверять начинаем. И это улучшает общение, коммуникацию у людей. У нас есть специальные тренера, которые занимаются ипотерапией с детьми. Вот этой лошади около 10 лет. У Даны спокойный характер, однако каждому наезднику этого покладистого питомца напоминают о правилах безопасности. Нельзя подходить к лошади сзади и кормить самостоятельно с рук. Она может укусить за пальцы. Не забывайте, у каждого животного есть характер. Конечно, резкий парфюм раздражает животных, любых животных. Нельзя делать резких движений. Лошади на самом деле очень пугливые, и они не любят, когда перед ними, перед глазами начинают махать руками и резкие движения делать, кричать. Ну, чаще всего вы увидите, что лошади это не по нраву, потому что она начинает уши прижимать, например, косить глазом, сторониться. Занятия с детьми проводят под руководством воспитателя. Взрослым новичкам лучше всего заниматься с тренером, который подскажет, как сидеть в седле. Спорт укрепляет здоровье. Для поддержания красоты внешней и духовной мы занимались творчеством и готовили бальзам для губ из натуральных ингредиентов. Освежим рецепт в памяти. Мы используем масла и воск, но можно добавить экстракт ромашки, календулы и сок, сок боярышника или калины, например, а также мед, ну и все, пожалуй. Из оборудования нам понадобятся кухонные весы, стеклянная посуда и плита. Сначала нужно растопить 35 грамм пчелиного воска. Это один из самых полезных компонентов для сухой кожи, считает травница. Я всю свою жизнь вообще не пользовалась ни кремами, но не потому, что мне повезло с кожей, просто реакция была неприятная. Мне хочется сразу смыть это все, либо честь, либо зудить, либо даже пленочкой. А кожа была сухая, прям белела и лицом, и летом, и зимой особенно. Пчелиный воск добавляют в бальзам для губ и кремы для очень сухой кожи. Второй увлажняющий компонент – масло какао или какое-либо другое. Можно использовать даже оливковое. Добавляем до 20 грамм. В зависимости от того, какую текстуру хотите получить. Я добавила календуру, я добавила витамин Е. Масло апельсина и масло эфирной мелисы мы добавим чуть-чуть позже, когда уже все остынет. Выключаем календуру. Мы выключаем и еще помешиваем. Нельзя сразу же слоить послодочком, потому что оно может отслоиться. То есть, твое масло вниз уйдет или наоборот вверх, а жидкое в него останется. Эфирное масло мелисы действует как ароматерапия. Успокаивает, расслабляет. Если добавить в бальзам порошок корицы или трав, получится отшелущивающий скраб для губ. Цвет бальзаму можно придать с помощью сока ягод калины. Налив в формочку, получилось жидкое или сильно твердое. Можно заново расплавить и добавить нужных компонентов. То есть, если жидкое, добавить воск, а если твердое, добавить масло. Разливаем готовый продукт по формочкам. Такого запаса хватит всей семье на год. За исключением бальзамов, у натуральной косметики срок хранения значительно короче, чем у магазинной. Хранить домашние маски и крема нужно в холодильнике. Зато эффект от применения заметен сразу, говорит Татьяна. Кожа становится более увлажненной и ухоженной. А если добавить масло косточек арбуза, средство будет защищать от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. На одном из мастер-классов Людмила Соколова рассказала нам, как рисовать лотосы. Символ этого лета, учитывая, что мы два раза были на озерах, где растут эти краснокнижные растения. Первым делом нужно легкими движениями, без нажима на карандаш, наметить расположение цветка на бумаге. Рисуем большой овал, а внутри, чуть выше центра, изображаем маленький эллипс, будущую коробочку цветка. Дальше мы рисуем сложные лепестки, сразу вспоминая, на что похоже. Вот это похоже, например, на крыло птички. То есть тогда мы рисуем как крыло птички, тоже произвольно в принципе. А вторая немножко заходит вот за вот эту, то есть вот так вот. И в принципе, если нам что-то мешает, ну то есть это немножко, видите, то есть мы берем резиночку чуть поправляем. Все лепестки имеют разную форму. Стараемся рисовать их в пределах большого овала. Карандашом намечаем отверстия в коробочке, тычинки и широкий стебель цветка. Перед работой с красками нужно потренироваться на отдельном листе. Далее обводим контуры лепестков, смешав два цвета – кармин и аквамарин. Немного воды на один лепесток и добавляем краски. Затем подсушиваем рисунок с помощью кисти и ткани. Акварель при высыхании, она чуть-чуть светлеет. Поэтому вы смелее это делаете, потому что потом она чуть-чуть высветлится и будет то, что нужно. Когда розовые краски на лепестках подсохли, можно накладывать второй слой. Добавляем немного воды и рисуем тени, рефлексы, отцветы от других предметов. При необходимости можно усилить яркость розового на краях цветка. Это создаст иллюзию объема и растение получится живым. От спорта и творчества к необычным рецептам – классическая пицца из кабачков, освежающие коктейли и арбузное варенье. Предлагаем оценить вегетарианский десерт. Сегодня мы с вами приготовим ПП-десерт, который у нас состоит из натурального пюре манго, чия-пудинга, классического греческого йогурта и гранолы. Дальше мы с вами выложим семена чия. Семена чия полезны тем, что они содержат большое количество белка, витаминов А, В, Е и макро- и микроэлементы. То есть в рационе правильного и сбалансированного питания это является очень хорошей альтернативой неупотреблению мяса. То есть это полноценный такой прием пищи. Дальше мы добавляем греческий йогурт. И последнее завершающее наш ингредиент это гранола. Гранола это смесь овсяных хлопьев, орехов всевозможных и сухофруктов. Опять же состав гранолы вы можете под себя подбирать. То есть основной компонент у вас овсяные хлопья. И дальше по желанию вы можете добавлять миндаль, грецкий орех, кешью. Также еще сюда добавляются семена тыквы, семечки. Можно ее сделать более полезной и добавить, например, семена льна. И все это заправляется какой-либо смесью, состоящей, например, из банана, кокосового масла и любого подсластителя без содержания сахара, например, кленового сиропа. На этой вкусной ноте мы завершаем программу. Впереди, пожалуй, самое красивое время года. Осень, которой нельзя не восхищаться. Всего хорошего и до встречи следующим летом.